Приветствую вас, поскольку вопрос довольно-таки общий у вас, то, наверное, в какой-то степени мой ответ будет в чем-то совпадать. С ответами моих коллег, если так, то прошу меня за это извинить, но это, наверное, неизбежно. Понимаете, что вот один из ключевых таких аспектов заключается в том, что вне зависимости от того, скажем ли мы вам, что все в порядке, что все хорошо, что должна иметь, например, право так делать и так далее. Или если мы скажем вам, что нет, что она не имеет права так поступать. Вне зависимости от этого, ваша позиция и ваша не удовлетворенно от того, что происходит, не уйдет. И вы как были не удовлетворены, вы так не удовлетворены и останетесь. Потому что это нормально вполне себе. Вполне себе это логично и естественно. Другой вопрос. Что вы пытаетесь решать проблему рационально? Рационально проблему решить нельзя здесь. Потому что я более чем уверен, что и у вашей жены и у вас есть какая-то вот точка зрения. какая-то позиция. И вам либо подходит эта позиция, либо нет. Ваша жена либо действует таким образом. Потому что вот она такая. Или нет. Понимаете? И ситуация скорее всего не изменится. Если вы, например, убедитесь или не будете убеждаться в том, что ваша жена имеет на что-то право. или не имеет каких, ну, какого-либо права. Понимаете? В чем штука? Поэтому здесь вопрос заключается скорее в том, если его корректно ставить. Принимаете ли вы свою жену? Да. Принимаете ли вы ее позицию? Какой бы она ни была. Вот. И если вы ее не принимаете. Если вы не принимаете позицию жены, то за это необходимо отвечать. Это необходимо признать. И в этом направлении необходимо двигаться. А не так, как вы делаете сейчас, что пытаетесь отыскать третье лицо. И через третье лицо как-то вот найти решение. Правильного решения, повторюсь, нет. Его и не может быть. Потому что для каждого решение свое, к сожалению. Это очень важно понимать. Это очень принципиальный момент. Кроме того, ваша жена уже действует. Так. То есть она уже поступает определенным образом. А значит, скорее всего, сама себе такое право дает. Я думаю, опять же, вы, ну я надеюсь, не будете отреплять, что она дает себе право. Другой вопрос, что вы можете сделать анализ ваших отношений. Можете посмотреть, как, благодаря чему вы оказываетесь в этой ситуации, в ситуации, когда ваша жена действует вот таким образом, что ее к этому приводит. Какое ваше в этом участие. Если оно есть. Ну оно, скорее всего, есть. Ну вот. И вот это разобрать, чтобы, может быть, немножечко больше контролировать то, что происходит между вами. И ваше ваше и ваше ваше. Ваше 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 ваше. Вы получаете, таким образом, шанс на то, чтобы реально что-то изменить. Вот. А не вот исследовать идею того, кто на что имеет право и так далее. Ну, в конце концов, это же не юридическая история. Вполне вероятно, что ваша супруга всегда была такой. И если она всегда была такой, то вы можете только её принять и пытаться замотивировать вести себя по-другому. Но вместе с тем, вы можете, вы имеете полное право не принимать ту позицию, которую ваша жена декларирует. То есть, вы имеете полное право не принимать историю о том, что вы должны сами поесть там... Чего угодно из холодильника, к примеру. Вот. Ну. Собственно, это то, что я могу вам сказать. То, как я могу ответить вам. Вот, в принципе, и все. Ну, и, наверное, вот, что последнее, да, это то, что продвигаю, продвигаю такую позицию, кто на что имеет право. И так далее, вы вряд ли можете добиться каких-либо серьезных результатов в отношениях. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что вам вообще, говоря, нужно, чего вы, вообще говоря, хотите. Ну, вот, в целом, от отношений своих, там, там, что-то, где-то, вы, образно говоря, качаете права, да. То, вы, конечно, можете это делать, но духовная связь между людьми в таком контексте, я бы сказал, больше разрушается, чем становиться крепче. Поэтому, просто смотрите, для себя, в том ли направлении вы движетесь, туда ли вы движетесь, куда вы хотите, в том ли направлении вы движетесь, куда хотите. Вот, 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 вот это мне кажется, кажется, крайне важно. И, собственно, сформулируйте запрос к нам, к психологу, для того, чтобы мы могли вам помочь, и чтобы мы могли помочь вам достичь того результата, но подчеркну, только с вами, который вы хотите. На этом все, я надеюсь, что помогло вам. Я желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok